Мировой диктатор! Это ваша судьба. Мы уничтожим всех евреев, всех брюнетов, чтобы осталась одна арийская раса. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы с вами поговорим о фильме, который не найдет Гитлер. Великий диктатор Чарльза Спенсера Чаплин. Как ни странно, между Адольфом Гитлером и Чарли Чаплином было очень много общего. Чарли Чаплин постоянно подвергался нападкам в нацистской прессе. И в 1933 году, когда нацисты пришли к власти, фильмы Чаплина были запрещены в Германии. А в 1940 году Чаплину достоился чести попасть в список личных врагов Гитлера. Вы спросите, почему именно в 1940 году? Потому что в этом году вышел Великий диктатор. Но что же в этом фильме особен? Ну так давайте поговорим об этом. Держал страну в ежовых рукавицах. Отныне свободы слова в этом государстве не стало. Единственный голос, раздававшийся всюду, принадлежал Хинкелю. Прежде всего, Чарли Чаплин точно передал ущербную суть диктатуры. Политика это вообще грязное дело. И далеко не самые высокоморальные люди становятся политиками. Политики постоянно оказываются замешанными в скандалах и не побрезгуют ничем, чтобы загробастать дополнительную власть или обогатиться за ее счет. Но тем не менее, в демократических обществах за политиками есть неусыпный общественный и судебный контроль. Поэтому они не могут чувствовать себя безнаказанными. Но другое дело – диктатура. В книге итальянского журналиста 30-х годов Курсо Малапарте «Техника государственного переворота» были сказаны следующие точные слова про диктатуру. Аденоид Хинкель – женственный человек, находящийся в плену своих страстей. Он мастерски использует риторику ненависти, чтобы разжечь в народе его самые низменные черты. Он мечтает подмять и испепелить мир, чтобы компенсировать свою ущербность. Но его поведение напоминает не деятельность мудрого государственного мужа, а истерики маленького ребенка, любой ценой пытающегося торваться до заветной игрушки, а именно – мирового господства. Тогда мы поменяем нашу политику. Скажите генералу Шульцу, что мы прекращаем гонение евреев до тех пор, пока не получим деньги. Великий диктатор также хорошо показывает подноготную диктатуру, которую сложат самые циничные и беспринципные люди. Они готовы отречься от любых идеалов и пойти на самые неожиданные маневры. Например, если нужен займ от еврейского банкира, то Хинкель и соратники готовы смягчить антисемитское законодательство. Но все это идет ради одной цели – устранение преград на пути к мировому господству. При этом народ для диктаторов – лишь расходный материал. Диктаторы часами готовы рассуждая о своем желании повысить благосостояние народа, но на самом деле народ им интересен лишь как пушечное мясо для реализации своей очередной освободительной войны. К сожалению, эти слова неоднократно находили свое подтверждение, когда миллионы людей оказывались в могилах из-за безумных идей своих диктаторов. Поэтому Чарли Чаплин в очередной раз оказался пророком. Все же в 1940 году еще не был известен истинный масштаб преступлений нацизма, и сам Чаплин говорил, что если он бы знал об этом, то он бы никогда не снял великого диктатора. Но, несмотря на это, великий диктатор – отличная сатирра, обнажающая убожество любой диктатуры. Этот фильм нужно смотреть всем поклонникам сильной руки, чтобы они поняли, чем приход этой сильной руки обернется для них и окружающего мира. Берегите себя и смотрите отличный фильм. Пока! Тучи рассеются, и выглянет солнце. Мы выйдем из мрака.